Всегда были люди, которые не желали играть как нормальные игроки, а желали играть намеренно, вставляя себе палки в колеса. Один из таких способов это пацифизм. Суть пацифизма заключается в том, что игроку требуется прокачаться или пройти игру, никого не убив. Это невероятно сложное испытание, возможно одно из сложнейших в подобном роде. Сегодня я расскажу о том, как игроки, как в Варкрафте, так и в других играх Близзард проходили испытания пацифизма. Один из способов прокачки это левелинг, не убивая мобов, то есть прокачаться будучи эдаким пацифистом, не желающим тревожить местную флору и фауну. Один из первопроходцев в этом направлении был игрок под ником Эверблум, который вероятно первым смог прокачаться честным способом, не убив ни единого моба, не выполнив ни единого квеста. Эверблум прокачивался с помощью профессий и изучения мира. За такие профессии, как травничество, требующие сбора собственно самих трав, горное дело, археология и прочее, могут давать игроку небольшую горсть опыта за то, что он собрал кучку травы. Опыта дается немного, мелочи, но дается. А второй способ прокачки это открытие зон. За то, что игрок разведал ранее неизведанную зону, ему как и за профессии дается немного опыта. Но вот если облазить все доступные локации в игре, открыть все возможные зоны, то вот это самое немножко превратится в солидную кипу опыта. По словам Эверблума, он нашел в этом способе прокачки свой дзен. Он тратил бесчисленное количество часов, плавая по рифам и лазая по горам. Он тратил долгие месяцы на прокачку профессий, изучение мира, на поиск археологических секретов и многое другое. Да и вообще, Эверблум рекомендует всем попробовать такой способ прокачки, так как это якобы по его словам позволяет прочувствовать каждый метр, каждый ярд ворлду Варкрафта. А учитывая, насколько долгая и нудная прокачка была пройдена Эверблумом, уверен, что игрок, ну вот на все 100% прочувствует Варкрафт. А, ну и, конечно же, чтобы его страдания были еще более ярко выраженными, он не надевал вещей. То есть, все, что было на старте при создании персонажа, Тойн и носил до максимального на тот момент 85 уровня. Естественно, стартовые вещи даже на 10 уровне, ну, мягко говоря, мало чем смогут помочь. На удивление, этот поступок смог не просто собрать кучу косых взглядов, а и найти приспешников. Вскоре появилась гильдия Корпус Мира, куда, вдохновленные прокачкой Эверблума игроки, решили создать гильдию, где будут собраны такие же пацифисты, как и он, желающие прокачаться, не убив ни единого моба, не выполнив ни единого квеста в игре. На момент дополнения Пандариев, их гильдии находилось 7 игроков, сумевших прокачаться до максимального уровня. Пускай Эверблум потратил, ну, даже представить сложно, сколько месяцев на прокачку таким способом, его очень жестоко обломали Близзард. В игре есть предмет под названием «Приглашение на серебряный турнир», который телепортирует игрока в одну точку в Нордскале. Подняв и открыв этот предмет, даже не завершая квест у какого-то NPC, задание числилось в статистике игрока как завершенное. Для Эверблума эта ошибка стоила вырванных волос на голове. Из-за этого, даже не закончив квест, который он, в общем-то, случайно просто подобрал и использовал, его статистика по-прежнему показывала 0 убитых мобов и 1 выполненный квест. Попытки связаться с Близзард, дабы исправить его фатальную жизненную оплошность, к успеху, к его сожалению, не привели. Вероятно, самый известный представитель этого, очень странного направления прокачки, это человек под ником Дабл Агент. В Пандарии появилась раса Пандарена, в которую по умолчанию не принадлежит ни к одной фракции в игре, ни Орда, ни Альянс. Лишь по ходу выполнения самой стартовой цепочки игрок сможет выбрать, к какой фракции он хочет примкнуть. Дабл Агент решил поступить иначе, он решил стать игроком, который достигнет максимального уровня, не выбрав ни единую фракцию, ни Орду, ни Альянс. То есть, ему нужно было прокачаться на стартовом острове, который в общем-то не шибко велик, до максимального уровня, не завершая стартовую цепочку, когда задание на острове заканчивается примерно до 10 уровня. Способ прокачки был примерно такой же, как и в случае с Эверблумом. Собирай ресурсы. Собирай много ресурсов. Очень и очень много ресурсов. У Дабл Агента нет Хардстоуна, нет подземелий, полей сражений, нет распорядителей полетов, у него почти нет ничего. Только сбор ресурсов. На то, чтобы прокачаться таким способом, у него ушли годы сбора ресурсов. Он создал персонажа в сентябре 2012-го, до 80-го уровня он прокачался летом 2014-го. Почти два года он прокачивался. Чтобы прокачаться с 83-го до 90-го уровня, ему потребовалось почти полгода. На момент января 2014-го года он наиграл только на этом персонаже 160 дней чистого игрового времени, почти 4000 часов. Свою мотивацию, зачем вообще нормальному, если он таковым является человеку, все это. Он объяснял примерно так. Я подумал об этом после того, как услышал о выборе фракции на 10-м уровне. Мне было любопытно, нужно ли выбирать на 10-м уровне фракцию, или можно подняться выше этого уровня, не выбирая фракцию. Я знал, что это будет медленно, но не представлял, насколько медленно. Если бы мой друг не упомянул, что я не смогу получить максимальный уровень как нейтральный пандарен, я бы, наверное, давно остановился. Отмечу, что дабл-агент, как он упоминал в одном интервью, безумен с опытом. Ну, помимо соответствующего звания, чокнутый, он прокачал до превознесения кровавый парус, до нерфа. До нерфа, на одном из этапов прокачки, для прокачки репутации, нужно было убивать моба по имени Джастрик, который до удаления в катаклизме давал по 5 единиц репутации, и респавнился раз в 8 минут. А потом, для уже окончательного превознесения, нужно было убивать гоблина по имени Джорик, который давал издевательскую 1 единицу репутации. Он этим и занимался, формил репутацию. Месяцами убивая этих двух гоблинов. Думаете, это вся упорость дабл-агента? Не тут-то было, это еще не конец. Параллельно Пандарену, он начал качать гоблина, который, как и Пандарен, должен был по его замыслу, не выходя из стартовой локации, прокачаться до максимального уровня. Это тоже задача, мягко говоря, не самых простых. На момент начала 2014 года, он достиг 27 уровня. Но и это даже не конец его извращений. В катаклизме появилась раса воргенов. По стартовой цепочке воргенов, игрок заражается эдаким проклятием, из-за чего он получает возможность превращаться в воргенов, собственно говоря. Ну а потом, игрок покидает стартовую зону и идет качаться, как свободный персонаж. Дабл-агент решил, что это не для него. Он решил прокачаться в стартовой зоне воргенов так, чтобы тот, не покидая стартовую зону, которая тоже ограничена где-то 10 уровнем, достиг максимального уровня, не будучи подверженным проклятию воргенов. Когда ему и этого стало мало, он решил создать еще одного пандарена, назвав его Тройной Агент, которого он тоже решил докачать до максимального уровня с помощью травничества, не выходя из стартовой локации. На момент августа 2014 года, он на нем достиг 50 уровня, дальнейшая судьба неизвестна. Зачем ему два нейтральных пандарена, я даже предположить не могу. Вопрос, сколько у него часов в сутках и сколько у него свободного времени, тоже можно считать открытым. Каждый из вышеописанных челленджов стартовой локации требовал месяцы, долгие месяцы фарма, если даже не годы, причем однотипного в одной небольшой локации. На двух пандаренах, воргене и гоблине, он не остановился. В интервью от 2014 года, он упомянул, что хочет прокачать рыцаря смерти. Рыцарь смерти, по ходу своей цепочки, сначала являются приверженцами зла, в виде короля лича, но потом его предают, происходит битва у часовни, и игроки получают возможность присягнуть на верность Орде или Альянсу, в зависимости от выбранной расы. Пока же игрок не примет присягу, сдав соответствующий квест, NPC фракции будут враждебными. Дабл-агент решил прокачать рыцаря смерти, либо не покидая стартовую зону, либо не принимая ту самую присягу фракции. К сожалению, неизвестно, насколько он далеко смог зайти в этом испытании. Но всё же, список его хардкорных достижений можно перечислять ещё очень долго. Ну, отмечу последнее, что он стал одним из немногих, кто в Дреноре прокачал максимальное доступное количество фракций до превознесения. Но давайте-ка вернёмся к его главному пандарену. Каждое новое дополнение, он входит в игру и начинает фармить за пандарены ресурсы, чтобы достичь нового максимального уровня. Он проделал это и в Дреноре, и в Легионе, и в Битве за Азерот, и в Шадоу Лэнс, и, вероятно, через пару месяцев сделает это в Драгон Флайте. На каждое такое мероприятие сходятся десятки игроков, желающих воочию понаблюдать, как этот безумец, в очередной раз, потратив месяцы фарма, достигнет нового максимального уровня, будучи единственным, кто это сделал как нейтральный пандарен, не выбрав фракцию, ни Орду, ни Альянс, а выбрав путь пацифизма. Что стоит отметить, World of Warcraft это не единственная игра от Blizzard, где есть способы прокачки или игры через пацифизм, то есть пройди игру, никого не убив. Такое практикуется как минимум в двух других играх от Blizzard, StarCraft и Diablo. Начнем с Diablo, где уже много времени существуют испытания пацифизма. Суть этого испытания в Diablo заключается в том, что игрок не должен предпринимать действия, которые приведут к убийствам мобов. Исключением являются характеристики вроде рикошета. То есть, нельзя использовать условное заклинание, которое убьет условного кабанчика. Но если кабанчик атакует игрока и за счет того, что характеристика шипы возвращает полученный урон атакующему и кабанчик умрет, атаковав игрока, то в целом все в порядке. Фактически, значительная часть способностей персонажа в этом режиме так или иначе запрещена, ну или в лучшем случае ограничена. Нельзя использовать ауры, нельзя оглушать противников, нельзя нанимать наемников, которые смогут сражаться за игрока, нельзя призывать большинство мобов, которые смогут наносить урон врагам от лица игрока. Короче, нельзя делать что-либо, что напрямую приведет к урону противникам. Только на теоретическом уровне считалось, что возможно пройти Диабло на адской сложности, максимальном уровне сложности во втором Диабло, в испытании пацифизма. На более низких сложностях с этим испытанием справились давно. Только недавно, пару месяцев назад, летом 22 года, игроку под ником Macro Bio удалось пройти Диабло 2 на адской сложности в испытании пацифиста. Для этого ему потребовалось собрать особый набор предметов и брони, и также вкачать особые характеристики. Тут уж не сильно шарю за Диабло, дабы объяснить технические детали, поэтому тут без технических подробностей. С этим набором брони и предметов, сражение с боссами осуществлялось за счет брони, которая дает резист к атакам мобов, и рикошетам, которые убивали боссов. Игроку же нужно было поглядывать за своим хп, но вдруг что произойдет, и в случае чего выпивать зелье. Ну и уклоняться от дополнительных заклинаний босса. Использовались периодические порталы в города посреди боя, чтобы быстро затариться у торговцев. В некоторых случаях приходилось использовать хитрости. Например, заменить босса в огненную лужу так, чтобы тот не успевал регенерировать, и получал достаточно урона от шипов. На то, чтобы прийти к успешному прохождению, он потратил 50 часов чистого игрового времени, и более двух месяцев поиска нужной стратегии. Он стал первым человеком, кто смог это осуществить. В Старкрафте за испытания пацифизма взялся игрок под ником Geant Grand Games. Известный прежде как человек, прошедший множество испытаний в третьем Варкрафте и Старкрафте. Например, он прошел несколько кампаний Старкрафта и третьего Варкрафта, не потеряв ни единого юнита. Правила пацифизма в Старкрафте сложны. Стратегии, они уж точно не предназначены для того, чтобы проходить игру без убийств. Правила. Нельзя убивать противников или здания, если только этот противник или здание не является целью самого задания. Все остальное убивать запрещено. Вот пару примеров, как он проходил игровые миссии. В первой миссии Тиранов он просто старался пробегать противников, сохраняя как можно больше союзных юнитов. По сюжету миссии поднимается восстание на планете и местные нейтральные юниты идут крошить противников подручными средствами, чем он и пользуется, проскакивая сквозь вражеских юнитов, которые отличены нейтральными протестующими. В конце, перед финальным зданием, которое по цели миссии нужно разрушить, он разделяет армию на две части. Первая часть отвлекает и отводит вражеских юнитов, стоящих рядом с этим зданием. Вторая часть в виде одного морпеха, пользуясь отвлечением, обегает здание. Когда первая часть армии, очевидно, умирает, потому что атаковать этих юнитов нельзя, у него остается один морпех, который будет вне поля действия противников. Это позволяет ему без опасок за свою жизнь добить здание. Миссия пройдена. Часть миссий проходились по принципу, делаешь огромную армию и идешь рашить цель. Если везет, то до нужной цели доживет достаточное количество юнитов, успевших сломать здание. Прежде чем юниты противника, коих напомню, нельзя атаковать, если они не являются целью миссии, не убьют армию игрока. Следующая миссия, где нужно продержаться под волнами надвигающихся врагов энное количество минут, проходилась так. Подъем на базу завтраивался зданиями. Когда здания атаковали новые волны врагов, рядом с зданиями находились куча рабочих, которые вычинивали эти здания. Чтобы воздушные юниты, коих нельзя убивать, не уничтожали рабочих, чинящих здания, он построил кучу медиков и отвлекал воздушных юнитов на них. Медики друг друга исцеляли и практически весь урон воздушных юнитов сводился к нулю. Получилось, ну в общем-то далеко не с первого раза. В финальной удачной попытке вражеские юниты все-таки прорвали оборону. Игрок поднял в воздух воздушные здания и направил их на край карты. Это выиграло ему пару драгоценных секунд, пока воздушные юниты противника не раздуплились, где находятся улетающие здания. В итоге, миссия пройдена, не убив ни единого юнита. В некоторых миссиях ему приходилось вообще ничего не делать. В одном из заданий требуется играть за невидимого Гаста. Союзные силы будут спавнить небольшое количество войск и слать их в атаку на вражескую базу. Игрок по-нормальному своим героем Гастом должен помогать этим крипам. Ну, что-то вроде доты, только с одной линией. Так как своим героем Гастом пользоваться нельзя, так как он почти ваншотит юнитов, спустя несколько попыток он предпринял самую простую и гениальную тактику – ничего не делать. Он оставил на ночь игру и просто ждал, пока крипы будут спавниться, немножко ломать противника, умирать, снова спавниться и так далее. И это сработало. Спустя почти 4,5 часа ничего не делания, крипы сами прорвались до нужной точки и сами сломали нужную базу. Игрок прошел миссию, не убив ни единого юнита. Остальные миссии проходились примерно в подобном духе. Кстати, говоря о обороне, оборона зданиями и рабочими, которые вычинивают здания, работает не всегда. Ну, слишком много юнитов накапливается и получается слишком большой урон, к примеру. В одной из миссий он использовал невидимых юнитов, как оборону. Враги просто не могли физически пройти через этих невидимых юнитов. А штуки, которые должны палить невидимых юнитов игрока, появляются только в последующих миссиях. В финальной миссии игроку нужно сдерживать огромные волны противников. Опыт подобного у него есть. Нужно просто правильно застроиться зданиями и построить рабочих на вычинку. Это плюс-минус терпимо. Но есть проблема. Кэрриган. Кэрриган, главный антагонист компании, будет раз в минут 5-10 выходить и, подходя к нужным зданиям игрока, наносить им большой урон. Это приводит к тому, что оборона прорывается и игра в его случае заканчивается. Чтобы это обойти, он начал просто кайтить Кэрриган. Он построил оборону и пытался кайтить Кэрриган вокруг одной удобной местности. Это решало проблему с тем, что Кэрриган дойдет до базы, скастует супер-дупер-крутую способность и игра в его случае закончится. Но возникало две проблемы. Кайтить Кэрриган долгое время очень сложно. Нужно контролить и нужна сосредоточенность. В противном случае, юнит умрет и Кэрриган пойдет крушить базу. Во-вторых, из-за того, что игрок не убивает вражеских юнитов, они скапливаются под базой игрока в таком количестве, что игра начинает неистово лагать уже на середине игры, что будет к концу лишь богу известно. А кайтить вместе с такими лагами Кэрриган еще сложнее. Если подытоживать испытания пацифизма в Старкрафте, значительная часть миссий с хитростями, с рашами, с обороной или просто высиживанием пройти можно. С трудом, с не первой попытки, но можно. Но, к сожалению, не все миссии можно пройти на пацифизме, как в примере с финальной миссией и Кэрриган. Ну или, по крайней мере, пока что такой способ не найден. Хотя даже то, что сейчас можно пройти на пацифизме, впечатляет. Теперь вернемся обратно в Варкрафт. В более современных дополнениях испытание пацифиста преобразовалось в прокачку с помощью битв питомцев. В дополнение Пандария для питомцев игроков появился новый игровой режим битвы питомцев. Сражаясь с другими питомцами и их побеждая, игрок может получить какую-то долю опыта. И с помощью битв питомцев на теоретическом уровне возможно было прокачаться долго, неудобно, муторно, однотипно, но в принципе это было возможно. В дополнение Легион, эта теоретическая возможность была проверена на практике. Игрок под ником Керай решил веселье ради прокачать своего персонажа только через битвы питомцев, параллельно прокачивая уровень своих питомцев до 25-го максимального уровня пэтов. Его окрестили особым типом пациентов. Он прокачался до максимального на тот момент 110-го в Легионе уровня, не надев ни единой вещи, используя только те вещи, которые были выданы ему на старте. Мобов он старался максимально сильно избегать, ну или отправляться на кладбище в случае, если он все-таки встретится с ними. Заняла это, откровенно говоря, не самое веселое в геймплейном плане прокачка, 4 дня, 21 час и 7 минут чистого игрового времени. Некоторые безумные любители битв питомцев, иными словами их описать трудно, нашли в кавычках «занимательный» способ прокачки чуть ли не на одном и том же месте, в одной и той же битве питомцев. В локации «Долина четырех ветров» есть зона под названием «Полугорье», где рядом с небольшой деревней есть очень удобный и профитный спот для битв питомцев. В эту зону, с помощью некоторых ухищрений, пусть она и является пандаренской, можно попасть на первом уровне. Один игрок решил отправиться туда на первом уровне, и с помощью делика на битвы питомцев прокачаться на тот момент до максимального 120 уровня, выполняя фактически одну и ту же битву питомцев, не покидая окрестностей, по сути, одной и той же зоны. Разработчики, ну вот последние о чем думали, что игроки будут пытаться играть в Старкрафт, Диабло или Варкрафт без убийств. Но любители сложных испытаний превозмогали и находили лазейки, как пройти какой-то элемент игры без убийств. Иногда на это уходило месяцы, или в случае с Дабл Агентом годы прокачки. Да, сложно, долго, нудно, невыносимо, но это возможно. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok